Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Эта программа «Археология» выходит впервые в эфир после новогодних праздников. Праздники прошли, нас застали будни. Как всегда, в понедельник, «Археология Форбс». Приветствуем вас из студии «Финам.ФМ». Мой сведущий сегодня, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Кирилл Горский. Добрый вечер. Пробуждаемся, да, Кирилл? Ходим не спячки, хотя Москва еще, по-моему, такая полупустая, по-моему, еще не окончательно. Ну, стараемся, я надеюсь, что нас сегодня слушают столько же, сколько обычно. Да-да-да, те, кто уже вернулся с каникул, потому что вот я сам прилетал недавно в Домодедово, то, что вот слышал я там какой-то апокалипсис случается с периодичностью раз в несколько часов, когда там пробки стоят до самого светофора, который по поворотному Ладарскому. Вот я вчера ехал в такси, он мне так в красках рассказывал, как люди с тележками бегом полтора километра по снежной каше бегут, в общем, такие. Ну, по самой Москве, к счастью, этого не скажешь пока. Да, по самой Москве не скажешь, а вот такой апокалипсис местного масштаба происходит в аэропорту Домодедово. Да, и, кстати, к вопросу об апокалипсисе, я всех поздравляю с несостоявшимся концом света, если уже говорить о 2012-м годе. Вот, не наступил конец света по календарю мая, не распалась Россия, не распался Евросоюз, нас не застиг новый кризис. И, вы знаете, это стало поводом для такой очень ехидной статьи. Колумбнист Нью-Йорк Таймс Пол Кругман есть. Вот он под конец года тоже там написал, он очень так ехидно написал, что вот и конец света не пришел. И он как раз о прогнозистах говорил по правых финансовых прогнозистах из Wall Street Journal, которые, значит, каждые несколько месяцев, как только увеличивается там финансовый разрыв в США, тут же говорят, что вот, вот грядет крах, грядет коллапс, потом коллапс не наступает, и они благополучно через несколько месяцев опять выступают с этими прогнозами. Вот, и у нас в журнале Forbes в последнем его номере также, об этом же написал колумнист Forbes, экономический аналитик Борис Грозовский. Зачем покупать советы колдунов и финансовых консультантов? То есть, Борис, у нас сегодня в студии, приветствую вас. Добрый вечер. И также у нас в студии психолог и политтехнолог Сергей Маркелов. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Вот, Борис, ну вот скажите, что побудило вас написать такую инфективу против вот всех этих прогнозистов и консультантов? Наверное, просто накапливавшись в течение долгого-долгого времени, некоторое такое удивление или, может быть, даже немножко раздражение готовностью людей выступать с прогнозами, в том числе апокалиптическими, относительно материй, которые непредсказуемы в принципе. А они непредсказуемы в принципе? Какие материи вы здесь имеете в виду? Экономику, экономику и финансы. Но, в общем-то, трудно прогнозироваться даже какие-то жизненно-экзистенциальные события. Вот, Борис, смотри, вот мы с тобой проработали немало лет в вполне себе экономической газете. И, ну, по идее, вся наша деятельность была построена на том, что люди каждое утро открывают газету для того, чтобы узнать, что было вчера и узнать, что с ними произойдет завтра. Что из этого имеет основания, а что нет? Мне кажется, что в каждый данный момент видны некоторые тренды, тенденции, на которые можно смотреть и угадывать, какая из них возьмет верх, строить какой-то сценарный прогноз. Но это как бы прогнозирование в правильной, так сказать, интеллектуальной технике, и этим мало кто занимается. Мало кто занимается прогнозами как сценарированием. То есть вот такая есть... Ну да, альтернативными какими-то, где очерчивает все поле. Делево сценариев, да, и рассмотрение условий, при которых становится более вероятным один прогноз, условий, при которых становится более вероятным другой прогноз. Этим мало кто занимается, и это слишком сложно. Обычно люди выходят и говорят, завтра или через месяц, или через год произойдет то-то и то-то. А при этом спрос на прогноз значительно превышает предложение вот этого самого квалифицированного, сценарированного, как ты сказал, прогноза. Сергей, Сергей Маркелов, хочу сказать, вы с этим сталкиваетесь, в своей деятельности? Вот это вот невероятный спрос на прогнозы. Люди хотят простых, ясных решений о том, что будет завтра. Вы знаете... Рисказаний, да. Да, Сергей, спасибо. Я даже больше скажу, что вот встречаясь с коллегами так регулярно, в связи с тем, что все-таки политика в России последний год-полтора, наверное, какая-то, появился элемент динамики такой, то есть утром можно проснуться, не зная, так сказать, что было. Элемент непредсказуемости, да. И я с коллегами как бы общаюсь, спрашиваю, ребят, ну чем заниматься на рынке собирается, политическом, политологическом и так далее. Как ни странно, первый ответ людей, которые следят за этим рынком, и сторожил этого рынка, ответ простой. Надо заниматься прогнозами. Отсюда тенденция на политическом рынке, если вы не обратили внимание, это конкуренция фирм, которые стали прогнозировать рейтинги устойчивости регионов, рейтинги динамика устойчивости губернаторов, рейтинги экономической слабости региональной. Более того, это действительно, как сказал автор статьи, это действительно такой серьезный тренд появился на рынке и медийном, и профессиональном. И уже появился антитренд, когда сегодня губернатор Алтайского края выступил с опровержением, так сказать, этих вот его рейтингов всероссийских, обвинив там политологов, которые хотели за полтора миллиона долларов поднять на 30 пунктов его место. Так что мы в теме, коллеги. Ну да, Борис как раз в своей статье писал о финансовых и экономических прогнозах. Мне очень интересно, у вас здесь статистика, журнал Smart Money, всего четверть рекомендаций позволяет обыгрывать рынок аналитиков, да? То есть это чисто здесь как бы игра против статистики идет? То есть здесь идет абсолютная случайность? Ну, это был такой эксперимент, который проводил журнал в 2008 году, да, там получилось, что лишь четверть рекомендаций позволяет обыгрывать рынок. Рынок вообще обыгрывать очень сложно, про это есть большая литература, есть такая Чикагская экономическая школа, которая доказывает, что все те знания, которые на данный момент могут быть у владельцев активов, они уже учтены в их цене. Все то, что неизвестно, оно не учтено. Все то, о чем мы можем догадываться, все то, о чем мы можем знать, это уже каким-то образом учтено в цене. То есть риск, он включен в цену, непредсказуемость включена в цену. Конечно. То есть мы пытаемся, пытаясь продать людям предсказания, мы, так сказать, изначально это уже некий такой шарлатанский акт практически. Из этого, собственно, следует то, что существует одна из наиболее удачных теорий поведения на фондовом рынке купил и держи. Купил и держи или на чем основана стратегия индексных фондов, то есть фондов, которые привязываются к фондовым индексам, в нашем случае это МВБ или РТС. То есть те акции, те ценные бумаги, которые куплены в портфеле данными фондами, они движутся в том же направлении и с той же скоростью, что и весь индекс в целом. И действительно мало кому удается обыгрывать. Ну а как же вот, скажем, с известными рыночными игроками, спекулянтами? Ну скажем, казус Сороса. Что это? Какая-то интуиция особая, которая позволяет ему... Здесь есть какая-то стратегия за вот такими вот крупными и удачливыми игроками, как Сорос? Это отдельный вопрос, конечно. Да, есть такие... И это и несколько очень удачных сделок, и особая своя теория, особое представление о реальности. Он очень часто, Сорос очень часто как бы делает ставку на то, что вот я вижу реальность так, я ставлю деньги на то, что ситуация будет развиваться этим образом и идет против рынка. Но это как бы редкое... Но это тот случай, когда, Сергей, вот как вы считаете, что включенный человек с достаточно большой силой убеждения и большой, скажем, некой какой-то такой сетевыми связями может изменить тренд. То есть, скажем, игроки на политическом рынке, на финансовом рынке. Крупные игроки, крупные фигуры типа Сороса могут своим субъективным валением, да, субъективной волей изменить тренд. Да, но тут уже больше, видите, как работает, мне кажется, тоже то, что называется, начинают включаться механизмы статистики. То есть, условно говоря, на 10 тысяч игроков есть, условно говоря, некая большая ядерная масса, которая принимает некие пакетные стандартные решения, там, рыночные, там, те же финансовые или политические. А есть, безусловно, маргиналы. Вот я бы, допустим, того же Баффета, того же Сороса, я бы относил к маргиналам, ну, удачным маргиналам. Маргиналы же есть плюс 100 и минус 100. Соответственно, есть совсем неудачные, и они тоже маргиналы, а есть совсем. Тем более, продолжая коллегу, что мы же знаем только удачные, ну, скажем так, топовые вещи, которые сделал Баффет, Сороса и так далее. Мы не знаем неудачные, да, то есть они могут прятаться, они могут то. И то, что, конечно, Сорос, как бы, это уникальность, это уникальность, такая рыночная уникальность, и она только подтверждает то, что, вот коллега правильно в своей статье отметил, что предсказания, вот эти предвосхищения, или, как психологи говорят, там, антиципация, есть такой термин психологический, то есть, как бы, способность принимать те или иные решения, предвосхищая какие-то события, то есть, посмотреть на сегодня глазами из будущего, да, это Платон еще в свое время сказал, глазами ума из будущего. И вот это, конечно, уникальность, это субъективная, субъектная уникальность отдельных инвесторов и групп вокруг них, способность из своей группы убедить. Конечно, можно что-то угадывать раньше, чем другие, но значительно больше число людей, которым это не удалось, чем число тех, кому это удалось, а мы знаем только, как правило, мы знаем именно тех, у кого получили. Ну вот здесь, да, вот здесь как раз психологическая, да, по-моему, такая ловушка наступает, что человек рад ошибаться, то есть, человек не замечает свои ошибки, и вот те редкие случаи, когда прогноз сбывается, когда ожидания человека сбываются, мы из них в силу какого-то позитивного мышления склонны строить систему. Да, то есть, включается закон ажиотаж, включается вот эта вот такая победная истерика, да, то есть, когда вот мы в психологии называем это такое состояние, знаете, профессионального транса, вот оно их как бы в узком смысле, вот транса, когда человек, у него включаются какие-то внутренние, как он говорит, аксосенсорные параметры, у него какие-то дополнительные мысли, дополнительные аспекты, он слушает там своих аналитиков, у него, кстати, американские фильмы на этой теме показывают хорошо, а у него совсем другие видения, он из них как бы черпает свое решение, совершенно вы правы, да, Сергей? Да. Ну и тогда ключевой вопрос, собственно, который Борис задает в своей статье, так почему же люди платят вот этим вот прогнозистам и аналитикам, если статистически, вот у вас тоже интересный пример, что обезьянам даже удавалось обыгрывать управляющих, да, что, так сказать, давали обезьяне играть на рынке, и в результате, так сказать, ее решения оказывались более выигрышными, чем у управляющих компаний. Так вот, зная все это, почему, тем не менее, люди инвестируют такие огромные деньги вот в это управление фондами, в предсказания рыночных трендов и постройку алгоритмов, механизмов? Все-таки очень-очень хочется знать будущее, это стремление, как бы трудно вырезать из человеческого мозга, стремление знать напелет, и тоже есть психологическая такая теория Джастин Барретт, что это не случайно вся, даже примитивное такое прогнозирование, вот кофейная гуща, карта Таро и так далее, приписывание случайных событий некоторой неведомой силе, то есть мы как бы не можем смотреть на хаос и говорить тебе, да, это хаос, тут трудно что-то знать про завтра, нам нужно найти в этом закономерность, убедить себя в ней и исследовать. То есть, по идее, профессиональные инвесторы должны обладать и опытом, и профессиональной психологической устойчивостью, которая позволяет им самим справляться с ощущением нахождения в потоке хаоса? — Ну да, то есть это некая инвестиция даже не в собственные акции, а в свою уверенность. То есть человек платит за психологический комфорт. — Человек же не покупает реальную систему координат, в которой он будет существовать, он покупает иллюзию этой системы координат. — Иллюзию, иллюзию. — Ну, коллеги, смотрите, с точки зрения того, чего происходит инсайд внутри головы инвестора, почему платит. Я скажу простую, может быть, формулу. Это не люди и человечество любят прогнозы, любят, готовы их оплачивать. Оно вынуждено прогнозировать, оно вынуждено планировать, потому что иначе смерть. И в данном случае я бы даже такую формулу, когда ехал на передачу, придумал себе сейчас в машине, что неизвестно, от чего человек скорее умрет. От отсутствия еды или от прогнозирования добычи этой еды. От отсутствия прогнозирования добычи этой еды. Понятно, да? То есть, что первично, что вторично. А почему инвестирует? Вот я бы тут, Сергей, чуть-чуть добавил, скорректировал ваши слова. Он инвестирует не только в стабильность, но он убегает от страха. Есть кардинальная базовая эмоция. Будущее — это неопределенность. Поэтому, как говорят ученые-психологи, антиципация, вот это искусство предвосхищения, это, по сути, универсальный эволюционный механизм борьбы со страхом. Со страхом хаоса, со страхом неопределенности. Инвестор хочет спокойно спать. Он платит за спокойный сон. Он платит якобы экспертом, он платит якобы держит большие команды только за то, чтобы за бессонницу, за то, чтобы спокойно уснуть. Понимаете? Он готов огромные деньги платить. Потому что страх — это, к сожалению, природная наша эмоция. Она внутренняя. Мы не можем жить в страхе, потому что возникает тогда дезориентация, стресс поведения изменяется, и вплоть до летального исхода. Поэтому у инвесторов, короче, даже, кстати, есть статистика. — Ну, собственно, тот же импульс, который ведет к рождению религии, к рождению больших объяснительных систем. Совершенно верно, да. Они оплачивают спокойствие и страх. Напомню, что у нас в студии сегодня в гостях Сергей Маркелов, психолог и политтехнолог, экономический обозреватель журнала «Форбс» Борис Горозовский. И мы с Карелом Горским обсуждаем сегодня, зачем мы покупаем советы финансовых консультантов и колдунов, когда будущее практически невозможно предсказать. — И снова добрый вечер. — Снова добрый вечер. Программа «Археология» возвращается к вам после длинного новогоднего перерыва. И говорим мы сегодня о прогнозах, о том, зачем столько людей покупают советы финансовых консультантов, по сути, свои колдунов. То есть у нас в гостях сегодня Борис Горозовский, экономический обозреватель журнала «Форбс», который написал в последнем номере «Форбс» колонку о том, что, собственно, и рационально никак невозможно оправдать вот эту вот огромную инвестицию людей в прогнозирование. Но, тем не менее, и вот у нас в гостях психолог и политтехнолог Сергей Маркелов говорит, что люди инвестируют в собственное спокойствие. Вы знаете, хотелось бы вас спросить, наши дорогие слушатели, телефон наш студийный 651099,6. Верите ли вы в прогнозы, в экономические прогнозы, в финансовые прогнозы? И вот все эти прогнозисты, эксперты, выдающие нам прогнозы, кто они, шаманы или настоящие аналитики? 651099,6. Верите ли вы в прогнозы? Зачем вам прогнозы? Ну, а я хочу вот о чем поговорить. Вот знаменитая эта книга «Черный лебедь». Талеба, да. Да, да. Ведь он же, собственно, говорит о том же самом, да, в «Черном лебеде», что ничего ведь не удалось предсказать. Ни Первую мировую войну, ни падение Берлинской стены, ни распад Советского Союза, ни 11 сентября. То есть, фактически мы имеем дело с абсолютно непредсказуемыми системами. Недавно кто-то вспомнил... Борис. Трудится человек, который написал книжку в самом конце 70-х про то, что СССР распадется в результате того, что в Среднеазиатских республиках усилится, значит, туда проникнут мусульманские настроения. И вот это взорвет СССР. Человек продолжает работать, продолжает выпускать монографии и так далее. Ну, то есть, с другой стороны, появляется то, что Талеб называет, у него несколько последствий, проблема пустых костюмов, проблема экспертов. Появляется огромный круг экспертов, которые вообще же в современном обществе такой есть, культ эксперта, которые продают свои советы и, собственно, создают большой рынок. Так вот, у нас Михаил сейчас на линии, который финансовый игрок на бирже. Хотим узнать ваше мнение. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я ежедневно читаю, не знаю, 20-30, сколько найду разных мнений, читаю газеты, смотрю гороскопы. Но это не значит, что я полностью доверяю тому, что я читаю. Это, образно говоря, такой информационный коктейль или, там, не знаю, фонд, в котором я привык принимать личные решения. Но они помогают вам ориентироваться, да? Какие-то маркеры расставляют вот эти вот прогнозы на сегодняшний день? От финансового аналитика, от астролога. Они создают фон, понимаете, фон, в котором, собственно говоря, и любая игра на бирже – это психология, да. Как ты можешь понять настроение, да, только прочитав большое количество, там, или попробовав, как узнать, да, там, нужно попробовать суп, да, чтобы его понять вкус. Вот то же самое все эти прогнозы, это и есть. Но понятно, создание некого, да, информационного фона. Поэтому я даже плачу деньги, там, на сайтах, да, для того, чтобы, собственно говоря, вот, знать мнение разных людей. Понятно. Спасибо, Михаил. Дмитрий из Солнечногорска. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вот что хотел сказать. Вот, например, прогнозы при нынешней администрации, там, при нынешнем политиках, при Путине, они, в принципе, реальны. Потому что, в принципе, страна, она так идет, как бы, все понятно, да. Но, я вот, ну, как бы, я сам бизнесом занимаюсь, там, небольшим, но занимаюсь, на самом деле, там, но, я вам расскажу, что в 89-м году я купил книгу о святого Серафима Вырецкого. И я уже знал, ну, как бы, я, все равно просто интересно мир познавать, да, какой он там есть. Но в 89-м году я прочитал книгу, где было написано о том, что Европа объединится, что доллар победит евро, и он в любом случае его победит, и греки разорят Европу. И там было, и что негр станет об этом. Конечно, это можно относиться как к фантастике. Что, 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 имеется в виду, что черный станет президентом США, что ли? Да, и вы, самое интересное, вы поймите, это, он признан русской православной церковью как святой. Он сам был бизнесом занимался в Санкт-Петербурге, он был в Александра Невской лавре, там, после того, как его оттуда выгнали, всю Александру Невскую лавру расстреляли, там, а он единственный, кто остался. Он там в Вырецу попал, и так далее, и так далее. Он написал книгу, там, его, ну, там, воспоминания, по его воспоминаниям в 49-м году умер, да? И в этой книге было написано, я ее прочитал, там, 89-й, ну, может, 91-й год, я вам точно не могу сказать. Где он сказал, написал, где там, например, ну, вот там, он там о будущем писал. Да, на самом деле. Поэтому, если честно, я вот как-то, например, вы там говорили о Соросе или еще о что-либо, я считаю не то, что это какие-то маргиналы или еще что-либо. В принципе, да, они вот, ну, они все-таки направление определенное делают вот для всех вот этих людей, которые этим занимаются. Это все-таки, ну, да, они для этого и нужны, на самом деле. Они невольно сами все это делают. Они не то, что там, у них рождается мысль сама внутри, как вот Эйнштейн, там, Ньютон написал, он говорит, я закон свой сделал тогда, не тогда, когда я долго о нем думал. Он сам ко мне пришел. И они, на самом деле, именно интуитивно... Ну, понятно, да, это интуитивное постижение. Интуитивное постижение некой истины. На самом деле, в основном, в основном, мастиковые люди и знают, да, ну, они все равно больше проигрывают, чем выигрывают. Понятно, спасибо. Вот такой у нас православный Нострадамус. 65, 10, 99, 6. Верите ли вы в прогнозы? И аналитики, прогнозисты, кто они? Шаманы или эксперты? 65, 10, 99, 6. Ну, так вот, к вопросу об экспертах. Откуда берется вот этот вот культ эксперта? Культ вот этого вот эксперта-прогнозиста? Действительно, вкладываются большие деньги в них. Ну, мы поговорили, собственно говоря, о том, что если прогнозисты выступают своего рода психотерапевтами, которые, в общем-то, продают спокойствие в неспокойном окружающем нас мире, психотерапевт — это ведь человек, который, по большому счету, может удержать человека от каких-то серьезных, важных ошибок. Может быть, пользование прогнозистами, ну, в том числе в бизнесе, в том числе в политике, удерживают покупателей от крупных ошибок. От каких, например? Ну, от каких? Это вопрос. Это был вопрос, да, это вопрос. Неожиданный вопрос, но, наверное, в первую очередь, отследование каким-то радикальным, но маловероятным сценарием. То есть, все-таки, если некий один человек говорит, что там вот через год доллар рухнет и так далее, для того, чтобы не поверить в такой прогноз, достаточно посмотреть 20-30 других каких-то известных людей, которые высказывают свои мысли по данному поводу и отвергнуть данные радикальные сценарии, как маловероятные. Ну да, то есть, это некий голос разума все-таки, да, который говорит, что завтрашняя погода будет больше похожа на сегодняшнюю, и как бы в январский день лучше не надевать. Тут ведь очень важно то, что говорил наш первый звонивший, Михаил, про информационный шум, который он пытается расслышать, читая прогнозы. Это ведь даже не просто информационный шум, а здесь как бы наши мысли и реальность, это практически одно и то же. Когда большинство людей убеждены, что рынок будет расти, рынок растет. Когда большинство людей убеждены, что там наступает депрессия, рецессия, что такой рынок будет падать, они так думают. В этот момент рынок и падает, то есть это настроение. Это создание потока, да, ведь мы же живем сейчас, это пространство потоков, и оно не стационарно, да, не создано из застывших структур. Конечно. Прогноз он создает, задает потоку некий вектор, и, соответственно, если люди подхватывают этот вектор, да, поведение становится уже обвальным, стадным, массовым, и мысли материализуются. Просто мы привыкли думать об этом как о какой-то отдельной от нас реальности, вот есть наши мысли, и вот есть реальность, а здесь на самом деле это все сопряжено, да, 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 настроение и... Да, Сергей. Чуть добавлю Борису, да. Ну, знаете, опять же, в психологии экспертных систем есть такое понятие, что в деятельности любого человека можно выделить как бы три аспекта, ну, условно говоря, среди всех брокеров можно выделить как бы три вида их деятельности. Это обязательные, которые должны уметь делать все брокеры, там, считать, делать, предсказывать и так далее. Второе, это некая уникальность каждого брокера как человека, как профессионала. И третье, это так называемый спейсерный блок, мы его называем, или блок пустых действий, то есть который, если не делает ни один брокер, то как бы его основная деятельность не страдает. А вот мне кажется, в ответ на вопрос коллеги, значит, из Форбса, ответ я вижу тут такой, что что дает эксперт? Эксперт постарается помочь инвесторам убрать пустой набор действий, то есть спейсерный блок, то есть он как бы вольно-невольно совет делает их экспертами. Самим инвесторам лень, то есть, условно говоря, как бы есть человек кошелек и есть эксперт, который зарабатывает на человеке кошельке. Соответственно, человек кошелек, он понимает, что не может быть экспертом, ну, условно говоря, как американцы говорят, нельзя посадить саму себя полицейского в тюрьму, для этого нужно хотя бы другой полицейский. И вот чтобы для того, чтобы инвестор чувствовал себя экспертом в этой области, но при этом не будучи реальным экспертом, он и платит как бы экспертам, которые убирают ему набор холостых, пустых, ненужных, ошибочных действий и концентрируют его на более узком наборе принятия решений. Но может быть в этих пустых действиях убираются какие-то нестандартные решения, то что называется out of the box thinking, и в результате все идут, по мнению Талеба, именно да, это черные лебеди, конечно, то что в спейсерном блоке может у какого-то уникального ссора с маленькой буквы возникнуть некое правильное решение относительно какой-то ситуации на рынке, это да, к сожалению, ссоросов меньше, чем людей, которые готовы отбросить пустое и ненужное, по мнению эксперта, вот так сделайте, а так не делайте. — Борис. — Да, и, наверное, вот еще одна функция — это убрать те варианты, на которые хочется надеяться, ведь на наше прогнозирование влияет еще и то, какой вариант для нас более выгоден, да, вот мы переходим дорогу, мы прогнозируем ситуацию, там успеем ли мы перейти ее быстрее, чем до этого места доедет машина. К сожалению, не всегда этот прогноз оправдывается, но, как правило, человек, человек, переходящий на дорогу, прогнозирует ситуацию для себя в лучшую сторону, нежели чем в худшую, он же не думает, вот сейчас меня собьет машина, вот я сделаю еще три шага, и меня собьет машина. Никто так не думает из тех, кто под машину попадает. — Он думает, что мне надо сделать, чтобы не попасть под машину, конечно, он позитивный, мотивация. — И, кроме того, он думает, авось пронесет, авось успею. — То есть Борис имеет в виду психологию, это называется убирание нерационального и оставление рационального элемента в принятии решения. Вот эксперт, он как бы говорит, вот понятие вери, не вери, доверяешь, не доверяешь, это морализаторство в профессиональных решениях, оно как бы, по крайней мере, устойчивое убеждение, что оно мешает. И вот как эксперт, убирая морализацию, убирая на себя, концентрирует его, как то, что Борис сказал, на рациональных действиях, убирая нерациональных. — Потому что очень хочется надеяться именно на тот вариант, который выгоден себе, это тоже вот, вон, в этой школе экономики был специальный эксперимент, одним людям дали акции, другим не давали, и те, и другие прогнозировали, что с этими акциями будет через день, через два, через три. У тех, у кого данные акции были в игровом режиме, те же дали от них лучших результатов, чем те, кто просто смотрели на ситуацию объективно, не будущего. — Ну да, здесь такая встроенность со своей собственной позитивной мотивацией. — 65, 10, 99, 6, код Москвы, 4, 9, 5. А верите ли вы в прогнозы? Роман. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Роман, Москва. В прогнозы я верю. Значит, единственная оговорочка, когда я абсолютно уверен в человеке, что он финансово, материально не заинтересован в результатах своих прогнозов. — Могу сказать совершенно точно, что лучшим экономическим прогнозистом за последние лет 20 выступает моя бабушка, которой сейчас, дай бог ей здоровья, ей 89 лет. Она работала в Мостоге. Вот. Это лучший экономический финансовый прогнозист. — А что она, к примеру, предсказала? Приведите примеры. — Значит, во-первых, она не предсказала, как только... — Ну, посоветовала. — Более того, не посоветовала, она сделала. Как только в Москве встала метро 15 копеек. Помните, да, такое? — Да, с 5 копеек на 15. — Да, значит, она просто все облигации госзайма отнесла и перевернула их в золото. Понятно, да? — Да. Бабушка ваша, да, имеет понимание, да. — Да-да-да, мама не горюй. Вот. Я еще раз говорю, дай бог здоровья. — А вы, значит, задали вопрос, что почему вот эти вот так называемые прогнозисты, такое большое финансовое вливание в них сейчас происходит, это элементарно, это инструмент манипуляции просто, так сказать, стадом, вот. Люди, развесив уши, вот, слушают всевозможных, значит, гайеров, да, они, ну, кто-то левее, значит, заводят, кто-то правее заводят. Вот, собственно, и все. — Понятно. Спасибо, спасибо. — Да, Роман, такие еще слова, я уже позабыл, я слово «гайер» не слышал лет 10, наверное. Вот, спасибо, Роман, за то, что, так сказать, поддерживает в тонусе наш вокабуляр. Ну да, и, собственно, к вопросу все-таки о востребованности прогнозистов, они, по-моему, работают в каких-то таких очень привычных психологических моделях. Вот, например, да, так сказать, ложное то, что называет Талеба ошибка подтверждения, то есть человек ищет случаи, которые подтверждают ваши убеждения, да, человек не хочет думать о тех случаях, когда прогноз не сбылся, и, так сказать, он с удовольствием опирается на случаи, когда они подтверждаются. — Безусловно, психологически это абсолютно точно объяснимо, а как раз почему, в общем-то, концепция Талеба-то в книжке и стала неожиданной, и она как бы тоже как книга, и он как исследователь востребован, как бы оказался на рынке, это то, что он пытается как бы разрушать привычки, привычное мышление. А это же самое тяжелое, от чего человек должен научиться отвыкать, от привычек, да? Отсюда совершенно правильно, что человек будет всегда действовать по принципу имеющегося у него опыта, и он всегда действует по своему научению. Соответственно, ранее имевшийся позитивный опыт ему будет давать, безусловно, больше уверенность, что сейчас нужно поступить так же, как я уже поступал, если в прошлый раз был позитив. Конечно. Тут есть и как бы ложная генерализация, известная история про путешественников в незнакомом городе. Первые пять человек, которые встречают путешественников, придя на разведе в незнакомый город, оказываются детьми. Значит, все в этом городе дети, заключает он. Ошибка происходящая из ложной генерализации, из ложного обобщения. Ну да, или то, что тут называют hot hand fallacy, да, что счастливая рука баскетболиста, вы об этом пишите, что если человек, не знаю, последние пять бросков не были результативны, то и шестой, и седьмой, и дальше броски будут результативны. Вы знаете, это искусство выживания нашего. К сожалению, это природные феномены, это искусство нашего выживания. Не будь этого, мы неизвестно как. То есть ложная генерализация, о которой говорит Борис, совершенно верно, это попытка выживать в этом мире. Не будь ложных обобщений, возникает там диссоциативное мышление, если я пять встреченных первых людей буду раскладывать сразу в разные пять корзин, как бы, а кто живет вообще тогда в этом городе, а откуда этот город, и на этом тоже, кстати, киношники, а кто я такой, да. Да, и начинается опять, так называемое, аномальное поведение, то есть аномальные мысли, и человек начинает внутренний диалог ни о чем. А это как раз помогает, как говорится, универсальное законное мышление наше обобщение, исключение, там, и третье, не буду сейчас вспоминать, как раз они нам и позволяют выживать. Часть информации я обязан, раз, упаковать какую-то похожесть, часть я просто должен отсечь, иначе она, так сказать, меня просто перегрузит, а часть информации я должен переуточнить. И в этом закон, кстати, языка прогнозирования, мы о нем не говорим сегодня, но там целое тоже, это огромный-огромный пласт тем, потому что, вот если финансовое прогнозирование, скажем так, ближе к цифровому, рациональному, то прогнозирование не финансовое, а любое другое, социальное, политическое, экономическое прогнозирование, большой такой прогнозирование широких процессов, оно как раз имеет, не говорю уже о гадалках и экстрасенсах, оно имеет специфический язык. Язык этот тоже в современной американской прикладной психологии описан, вот, и он показывает, что определенный способ говорения человеку позволяет слушающему выделить из этого языка то, что уже потом надо будет пригодиться из собственного опыта, понимаете? Это удивительный язык, меня всегда ужасно интересовало, кто пишет астрологические прогнозы, они настолько каким-то генерализованным языком написаны, что фактически в них можно вчитать любую ситуацию, которая с тобой произойдет в течение дня. Вы говорили, финансовые прогнозы недалеко ушли от астрологических, в плане языка. Ну, крайне, там какие-то элементы абстрактные в виде цифры есть. Ну, да. Да, это удивительный язык, он описан, я хочу, чтобы вы понимали, коллеги, сегодня психика, как бы, западная психология детально прописала, так называемая, это называется язык, там, ну, если, одна секунда отвлечения. Да, 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 пожалуйста. Два вида языка. Есть язык точный, то есть, когда мне нужно, чтобы все сидящие сейчас, вы передо мной поняли мою мысль, одинаково, это один тип текста, который я должен сказать. Если я хочу, чтобы вы все трое слушающие меня поняли, все по-разному с учетом своего собственного опыта, я скажу это совершенно по-другому. Отсюда и языки гадания, языки прогнозирования, как раз астрологические языки четко зашиты. Скольким людям я буду читать один и тот же астрологический прогноз, там, львам, какого-то там 67-го года рождения, что только львов и будут из этого меня слышать свое. Вот еще тут. Это как раз работа второй сигнальной системы, то есть, язык которого над опыта человека. Это тоже известная целая история, когда, как бы, вот, то, что говорим, оно не привязано к нашему опыту. Язык, он на определенном этапе развития. И это позволяет, кстати, и объяснить любовь прогнозам. Мы любим, сейчас вот вышла, буквально там месяц-полтора назад в Америке вышла книжка, тоже одного такого New York Times бестселлеров автора, Рон, Дон, не помню. У него называется, книжка называется, я сегодня буквально получил только, называется «Бла-бла-бла» или «Как перестать говорить и начать делать что-то, что в твоей жизни менялось». Прямо так идет по-английски, «Бла-бла-бла». Да, и вот он как раз там, я только первую главу начал читать сегодня с утра, и вот там как раз он пишет, успокойтесь, хватит говорить, если вы хотите хоть чего-то в жизни добиться, давайте я вам расскажу, как уйти от «Бла-бла-бла» и начать что-то делать, уходить от языка. Да, но нам сейчас, надо же тоже, к сожалению, сейчас уходить от нашего «Бла-бла-бла», у нас сейчас перерыв на рекламу, после этого вернемся. И напомним, кстати, телефон наш студийный 651099,6, верите ли вы в прогнозы. Добрый вечер. Сегодня в первый эфир, в первый живой эфир нового 2013 года говорим мы о таких, секулярных, вечных темах, о прогнозах. Стоит ли верить прогнозистам? В гостях у нас экономический обозритель Forbes Борис Горозовский и психолог и политтехнолог Сергей Маркелов. И вот вы знаете, что я извлек из нашего разговора в первых двух частях, это что все-таки существование прогнозистов и экспертов, несмотря на то, что прогнозы не сбываются, их существование все-таки востребовано. То есть с точки зрения психологического комфорта, с точки зрения просто нормальных операционных условий для бизнеса, для политика и так далее. То есть это люди, очерчивающие некое поле принятия решений, люди, дающие некие, так сказать, маркеры. То есть мы не должны, хотя они шаманы и колдуны, но в конце концов шаманы и колдуны тоже выполняют определенную функцию в обществе семиотическую. Совершенно верно. И даже чуть-чуть добавлю, они не только сужают поле в рациональное принятие, помогают клиенту принять рациональное решение, но они на первом этапе являются неким, знаете, как я говорю иногда так, внешним мозгом его. То есть, наоборот, расширяют, как бы, вот границы его думания о проблеме, там, финансовой или экономической. И после только того, как они ему придают некое внешнее, знаете, как внешняя батарея для компьютера, которая позволяет еще дольше поработать, так и здесь это. То есть экспертов роль только будет возрастать в этом мире, потому что специализации очень серьезные, люди, зарабатывающие, безусловно, будут еще более узко специализироваться, и по всем аспектам будут нанимать экспертов, безусловно, эксперты, экспертное сообщество будет расти. Кроме всего прочего, ведь попытка что-то понять про будущее, спрогнозировать, позволяет разобраться в настоящем. Для того, чтобы вычертить тренд, нужно понять, где мы находимся сейчас, что нас к этому привело, какие в прошлом и в настоящем действовали силы и тенденции, которые нас в это состояние привели. И, как бы, ну, какая из этих сил выдыхается, ослабевает на излете уже, да, а влияние какое, наоборот, усиливается. Поэтому вот и такое еще есть смысл прогнозирования. В этом плане интересная реплика, еще скажу. Борис прав, потому что, безусловно, прогнозирование наплавлено на настоящее. То есть, глазами из будущего. Ну, вот тут я, как бы, интересную мысль еще одну скажу вам. Вот, оказывается, прогнозирование западного мозга, для западного мозга и для русского мозга, оно разное. В основе этой разности лежит такая вещь, как, что такое западная ментальность? Структурированное общество, структурированная культура, боязнь конца. То есть, природное отношение к слову «конец всего», то есть, боязнь этого и так далее. Что такое русская ментальность? Это ведь русский мозг, конец света, термин не может придумать, не мог. Этот термин заимствован на русский мозг запада. Там оттуда придумали майя или кто-то еще придумал, конец света переносили запад. Почему? Потому что русский мозг, наоборот, он своеобразно относится. Он, как бы сказать, ну, вот я только фразу написал, что у русской душе эсхатологический характер. То есть, она не боится конечностей мира. Понимаете, да? Отсюда и почему у нас и рискованные боли, почему и больше будут востребованы эксперты. Потому что мы не боимся конца. У нас в религии описано состояние, чего будет после того, как конца не будет. Очень точно. У нас, ну, слово, которое мы не будем озвучивать в эфире, да, там, полный писец, да, то, что вот называется. Но это ведь, понимаете, то, что русский язык таким образом как-то даже эстетизирует и антологизирует вот это вот, да, понятие. Для нас это некое такое забавное состояние, да, вот это вот полный писец, который. Да, очень интересно. Так что это значит, что в России больше востребованы прогнозы? Безусловно. Россия более, русская ментальность больше работает с магическим, больше работает с загадочным. Это вот как бы наш тренд азиатчины небольшой такой, да? Она, безусловно, очень своеобразно относится к... Причем, вот опять же, смотрите, вот в русское прогнозирование есть два вида. Есть так называемое предсказательное прогнозирование, а есть так называемое предуказательное. В чем разница предсказательное? Я просто рассказал, что может быть. А предуказательное, это как бы прогнозирование, где я тебе говорю, что тебе сейчас сделать надо. Так вот, русская ментальность, это первый вариант. То есть мы готовы рассказать, что будет. Мы не готовы тебе сказать, что нужно сделать сейчас. В то время как, повторяю, западная ментальность, она все-таки предуказательная. То есть они идут за гаданием, прогноз был придуман на Западе, именно для того, чтобы ты мне скажешь, что же делать сегодня, чтобы не случилось то, что ты мне нагадал завтра. Русский мозг спокойнее относится к этому. То есть ты мне просто скажи, что будет завтра, а там будешь сегодня думать сам. Буду, не буду решать. То есть такая вот тоже нюанс. Соответственно, да, и соответственно, даже русские в большей степени... Вот я тоже, кстати, об этом думал сделать и передачу, и вот, может быть, в Форбсе тоже об этом напишем, вот о рисках, да, насмотревшись сейчас на русских, на горнолыжных склонах. Вот, я вижу совершенно... Ну и, собственно, мы все понимаем, о чем идет речь, начиная с езды на улицах, конечно, заканчивая переходом улицы и так далее, там, поведение себя там в самолетах. То есть русские гораздо больше как бы желают риска, встраивают риск в свои стратегии ежедневного поведения. Вы знаете, я бы добавил одно слово, вы абсолютно правы, Сергей. Необоснованного. Необоснованного. Они желают необоснованного. Если рисковать любит весь, любой человек. Но один вопрос, когда я год готовлюсь к какому-то прыжку из стратосферы и просчитываю граммы своего парашюта и всего прочего, понимаете? А другое дело, когда я под даты сажусь, прошу прощения, на снегоход и лечу в неизвестном направлении, будет каньон впереди, не будет ни трассы, ничего не знаю. А чем это объяснить, вот так, культурно-исторически? Как вы считаете, да, бесшабашность, этот кураж... Вот эти слова, да. А чем, вот как психолог социальный, как вы можете это объяснить? Это немножко уже другая тема, но все-таки она имеет отношение к этим прогнозам. Откуда это берется? Почему русский человек так не дорожит своей жизнью? Ну, повторяю, это культура, это религия, это православие, это закладки более глубокие, социальные. В социум. То есть частично может быть даже как и... Это не сегодняшнее воспитание. Восточное. Да, в том числе. Вот я, например, в Индии, в Индии был, там есть так называемая кармическая теория езды. Там они, там едешь, но там пострашнее ездить по дорогам, чем в России. Там могут обгонять, я не знаю, там пятым рядом встречным. По встречной, пятая машина, обгонять машину по встречной обочине, например. Вот я еду и в такси, таксист обгоняет на встречной, я державшуюся. А это карма, что суждено, то, значит... Вот это у нас такое вот кармическое, что ли? Элементы, вот стройки, вот эта перемешанность. Европа, Азия, да, вот этот Запад-Восток, который смутным... Не зря что-то там, по-моему, исследователь сказал, что вот Россия как бы постоянно будет мучиться между тем, что вот одна нога в Европе, другая в Западе, да. И вот поэтому вот это вот перетекание от времени к времени, вот это вот эволюционное, оно будет постоянно нам, как бы сказать, вот это составить такую двойственность во всем. Ну, на связи, в общественном состоянии заложены вещи, которые, ну, парадоксально, они не хостянские, но они, тем не менее, всегда есть, они есть в голове у каждого человека. Чему быть, того не миновать. А кому быть суждено повешенным, тот не утонет. Да, это, кстати, да, пословицы, как пословицы, как языковые носители описаний, безусловно, абсолютно правы, Кирилл, да. Вот они, они пословицы даже, это все описывают. Наша вот эта вот двойственность, тройственность и... Ну да, и в этой связи востребованность, возвращаясь к нашей теме, нашего сегодняшнего разговора, востребованность, невероятная востребованность инструментов по, как бы, заговариванию риска, да, по заговариванию неопределенности. Да. Каковым является прогноз? Хочу наших слушателей еще раз спросить, верите ли вы в прогнозы и аналитики, к которым, может быть, в ваших финансовых или еще каких-то житейских вопросах вы обращаетесь, кто они, шаманы или эксперты? Верите ли вы в прогнозы? 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Ну и еще, видимо, здесь уже мы эту тему затрагивали сейчас. В условиях нынешней российской действительности опять-таки идет сильное возрастание неопределенности, как финансовой, так и политической. Несмотря на то, что нас всех уверяют, что у нас наступила эпоха стабильности, как раз идет какая-то вот эта вот расшатка таких логических, рациональных структур. Борис. Тут, да, мне кажется, вопрос даже в том, что присутствует неопределенность по каким-то самым базовым параметрам. Вот даже, возвращаясь к предыдущей части разговора, мне кажется, что это не столько какая-то национальная специфика. Вот русское мышление устроено так-то, а индийское мышление устроено совсем по-другому. Это не национальная черта, это, скорее, некоторые свойства, может быть, развития общества, потому что одни и те же нации переходят все-таки от одного состояния к другому. Это видно и на примере азиатских экономик, и в латинской Америке, и так далее. Но, конечно, какой-то вот качественный такой разрыв есть. Мир, где все упорядочено и понятно, и где можно рассуждать про какие-то мелкие частности, а по базовым штукам все определено. И мир, где базовые черты, базовые какие-то склепы могут очень быстро меняться. Сегодня нельзя, завтра можно. Сегодня считалось, что хорошо, завтра считается, что плохо. Ну вот это, да, имеет прямое отношение к нынешним российским системным проблемам. Это, во-первых, кризис институтов, отсутствие работающих институтов, как и новокимических, так и властных институтов. И, Б, это анамия, да, социальная анамия, отсутствие базовых нормативных понятий, морально. Ну, даже тот же, вот взять этот, я не знаю, там, закон, антимагнитский закон, закон Димы Яковлева. Это то же самое, по-моему, свидетельство анамии и абсолютной вот такой вот, да, гибкости морали. Удивительно совершенно. 65, 10, 99 и 6. А верите ли вы в прогнозы? Максим. Добрый вечер, Максим, Москва. Прогнозистам и гадалкам по одной простой причине. Гадалка может пойти в казино, скажем так, и выиграть денег себе, а не зарабатывать гаданием. А также прогнозист может выиграть на бирже, зачем ему ходить каждый день в свою компанию, писать там что-то. Вот еще. Ну да, понятно. То есть, ну да, они не пользуются своим умением. Ну, значит, их умение лежит, вот как наши гости сегодня объясняют, в другом, да, они создают людям некую психологическую подушку, и, собственно, это некая такая смазка, словесная смазка институтов функционирования общества. Самое главное, рынок ищет, то есть, они востребованы рынком, то есть, они востребованы, потому что, условно говоря, человек сидящий, там, держащий деньги и не могущий, там, как почтенный бюргер, там, на западе с утра за кофе час разбираться в движении курса акций, лично сам, как бы, чтобы это все делать. У нас, как бы, опять же, вот включается такое, что нет, мне лучше, лучше я буду дальше зарабатывать, а, как бы, есть эксперты, которые это дело додумают, и лучше я куплю группу экспертов, которые будут это дело за меня додумывать, и я уже потом буду лучше с ними разговаривать на тему, правильно сделал или нет. Вот интересно, мы до, ну, примерно, 2008 года жили, там, 6-8 лет жили в довольно простом, предсказуемом мире, в котором всегда были, там, высокие цены на нефть, в котором медленно, но совершенно неуклонно росли, там, доходы населения, в котором граждане могли позволить себе все больше и больше, там, курортов и ипотечных квартир, а вот, начиная с 2008-2009 года, население все больше и больше замечает, что что-то идет не так, что ситуация меняется, что, может быть, придется самостоятельно принимать решения. Вот в этих условиях спрос на аналитику, с одной стороны, и на колдунов, с другой стороны, он растет. Ну, слово «кризис» становится одном из, одним из знаковых. Кризис 2008 года, кризис одно ведь, я думаю, и Сергей, и Борис, и свои деятельности, и политической, и обозревательской, сталкивайтесь. Это одно из самых главных слов. Вот если теги выделяете, да, в облаке, то кризис, а с одним из самых крупных тегов будет. Кризис, непредсказуемость. Ну, сейчас 2012-й был год апокалипсиса, да, половина фильмов про апокалипсис, начиная с трееровской меланхолии, там, и заканчивая всем. Ну, знаете, это какие-то уже большие такие тренды, вот большие тренды цикловые, да, что они попадают за периодом стабильности, рано или поздно наступит период нестабильности. Как за периодом нестабильности? Вопрос, так сказать, уровней качества, набора этих стабильностей и нестабильностей на каждом этапе, да. Безусловно, что там 8 лет была нормальная конъюнктура, там, она должна когда-то, она нормальная не может быть постоянно, она проваливается. Вопрос только, знаете как, вопрос стоит больше в другом, мне кажется, здесь. Вопрос то, что разные люди по-разному реагируют, то есть, вот, мне как психологу важна реакция на события, понимаете? То есть, условно говоря, кризис на Западе, реакция, мобилизация, кризис в американской модели, да, мобилизация, там, ежедневно, почасовые сводки, сколько безработных, сколько устроили, а снашли работу, сколько продали домов, сколько новых домов купили. По часам эти сводки, всю страну, так сказать, били, и у нас, да, то есть, там, островок стабильности. Островок стабильности, где череда мелких, но, якобы, по мнению медийщиков, важных событий затмевает те глобальные тренды, которые то же самое происходят, которые там, условно говоря, там, вот, я всегда, когда много работаю в регионах, я всегда, вот, как бы, спрашиваю людей, как вам центральные СМИ, как вот то, что там происходит, и люди, как бы, поверьте, сегодня, сегодня, по-прежнему, 10 лет, но путинских не изменили этого тренда. Мир человека вне Москвы, я говорю, такого простого, провинциального, на хорошем смысле человека, это проблемы, которые он может на расстоянии руки своей дотянуться. Вот, все его проблемы. И деньги, и миллиарды, триллионы Абрамовича для него собирается в набор денег в собственном кармане, и не больше. И поэтому, безусловно, там все по-другому, там по-другому все трансформироваться, не так, как здесь у нас, которые, как бы, на острие рано такой видим все эти вот события. Очень интересно, да, Сергей, вы здесь описываете реакцию на Западе на кризис и редакцию нас. Я думаю, здесь вот это в тренде нашей демодернизации, то, что называется. То есть, если Вебер говорил о расколдовании мира, да, вот это дисенчентмент, у нас идет постоянное заколдовывание мира. Конечно. Заговаривание мира, вот это вот наше новое средневековье. Отсюда же, вот то, что вот тоже уже говорили, страсть к астрологическим прогнозам. Вот я не могу не рассказать анекдот. Недавно я читал про одного профессора, который где-то в хорошем московском вузе читал лекцию по знаковым системам, в Игоцке, там, да, теория знаковых систем. Ну, значит, прочитал, там, вот вся эта семиотика, все достаточно сложно, интересно. И вопросы, девушка тянет руку, говорит, да какой у вас вопрос? Скажите, вот я не поняла, какой у меня тип мышления, если я по знаку стрелец? Вот, к вопросу о знаковых системах. Вот вы сталкивались с такой востребованностью астрологических прогнозов, ведь на полном серьезе, но, слава богу, у нас на Финаме этого нету, вот, но очень часто ведь слышишь на радио прогноз погоды, курсы валюты и астрологический прогноз. Ну, вот... На Западе я, по-моему, такого-такого не видел. Нет, на Западе это локализовано, на Западе вот эти все культуральные фокусы, они все локализованы на группу людей. Это закрытые каналы, это платный какой-то, может быть, астрологический канал, это, может быть, какой-то журнал, который подписчики выписывают там десятками лет, там, понимаете, там, 14244 человека и так далее этот журнальчик. Вот о чем речь. А вот как массовое, это, безусловно, это, опять же, вот у нас, мы верим, мы, то есть мы живущие здесь, мы русский мозг, мы верим в вот это вот, в необычное, мы верим в магическое. Астрология, она позволяет, повторяю, и языком, и всем она позволяет нам дополнять нашу картину мира тем, чего я не знаю, да, тем, чего не познано. Это нормально, как бы, тип сознания такой научный, там, религиозный. Да, мне кажется, что тоже есть определенная динамика, есть периоды, когда будущее видно лучше, и, соответственно, неопределенность ниже. В это время как бы спадает спрос на астрологические прогнозы и так далее. Есть моменты, вот как сейчас, именно это, я думаю, маркируется словом кризис, когда какое-то ближайшее будущее или среднесрочное предстает в туманном, в туманном каком-то облике, неясное очертание, но вот такой климат на сегодняшний день, и тогда, конечно, сильно возрастает потребность. И тут появляются все виды экспертов. Сейчас, наверное, уже звучит историческим анекдотом, но, тем не менее, на полном серьезе, ведь с 89-го или с 90-го года, с момента основания газеты «Коммерсант», и до второй половины 90-х годов точно, первая и на тот момент единственная деловая газета страны на последней полосе всегда опубликовала астрологический прогноз. Это была такая фишка, элемент игры, который сознательно, насколько я помню, очень долго не убирали, потому что вот у нас есть такая традиция. Ну, это часть, ну да, в 90-е годы вообще бизнесмен не знал, так сказать, живо-живо или, да? Ну, никто, естественно, в редакции не воспринимал это всерьез. Мало того, что человек смертен, так еще он внезапно смертен, да? Никто не воспринимал это всерьез, но это была такая вот традиция. Да-да-да, действительно, хорошо. Но это как раз такое, в русло 90-х это пространство полной непредсказуемости. Но сейчас, мне кажется, тоже, да, и вот эта вот внешняя одержимость мира концом света, апокалипсисом, она как-то совпадает и с российской ростом, несмотря, чем больше телевидение нам твердит о стабильности, да, тем больше, мне кажется, вот эта внутренняя неуверенность и неопределенность нарастает. Ну что ж, друзья, мы подошли уже к концу нашего эфира, и я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой программе. Это соведущий, замглавного редактора журнала «Форбс» Кирилл Горский, экономический обозреватель «Форбс» Борис Грозовский, психолог и политехнолог Сергей Маркелов. Ну а я на прощание хочу сказать, вот как раз Талеб в «Черном лебеде» говорит об эпистемиологической скромности, надо критически относиться к своим познаниям. И Мамардашвили как-то сказал, реальность всегда не то, что мы думаем. Спасибо, это была «Археология». Фирма.